Добрый день, дорогие зрители! Мы рады видеть вас на канале Все займы онлайн и в сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим цифровой рубль. После просмотра вы узнаете, что он из себя представляет, как он будет работать и где его можно будет получить. Ставьте этому видео лайк и устраивайтесь поудобнее, ведь мы начинаем! Впервые о цифровом рубле страна услышала осенью 2020 года. Именно тогда Центробанк сообщил о своих планах по запуску в России национальной цифровой валюты. Сам по себе цифровой рубль – это независимая от обычного рубля форма денег, которая будет существовать только в электронном виде. С помощью такой валюты можно будет производить безналичные расчеты по всей стране. А доступен цифровой рубль будет абсолютно всем, начиная от банков и корпораций и заканчивая простыми гражданами. Планируется, что цифровой рубль по своей реальной стоимости будет полностью равен обычному рублю. Также с ним можно будет проводить все расчеты, в том числе и с государством, ну, например, для уплаты налогов. В любой момент цифровой рубль можно будет обменять на обычные рубли. Примерно на этом моменте у вас мог возникнуть вполне закономерный вопрос. А чем цифровой рубль отличается от обычных безналичных денег? Главное отличие заключается в уникальности каждого цифрового рубля. При обычных безналичных расчетах деньги поступают в обезличенной форме, что создает широкий простор для махинаций, например, отмывание денег. Кроме того, возникает острая необходимость в посредниках, в лице банков. Из-за этого скорость транзакций снижается, а сам перевод облагается комиссией. В случае же с цифровым рублем, каждая единица будет иметь свой собственный уникальный идентификатор, подобный номерам на наличных банкнотах. Благодаря этому все транзакции станут более прозрачными, контролируемыми, а самое главное, менее затратными. Важный момент. Центробанк не планирует полностью заменять обычный рубль на цифровой. Обе валюты будут существовать одновременно, и их можно будет обменивать друг на друга. Стоит отметить, что возможность идентификации цифрового рубля осуществляется за счет многих технологий, в том числе блокчейна. Эта технология используется во всех современных криптовалютах. Для дальнейшего понимания концепции цифрового рубля мы постараемся простыми словами объяснить, что такое блокчейн. Суть его состоит в следующем. Блокчейн – это непрерывная цепочка блоков. В ней содержатся записи о всех проведенных сделках, например, о проданных яблоках. И в отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи нельзя, можно только добавить новые. Таким образом, если яблок стало меньше, например, испортились, то в книге учета сохраняется информация, сколько их было прежде. Она не редактируется и не удаляется, но появляется новая запись – сколько яблок пропало и как это произошло. Но, несмотря на использование блокчейна, цифровой рубль не получится назвать полноценной криптовалютой. Дело в том, что большинство криптовалют, в том числе и биткоин, являются децентрализованными. Это значит, что они выпускаются и используются независимо от центробанков, государств и других организаций. В этом плане цифровой рубль не будет являться криптовалютой в привычном смысле этого слова. Его выпуск и оборот будет контролировать центробанк. Кроме того, он будет подчиняться тем же законам, что и обычный рубль. А следить за ним будут те же органы – Центробанк, Федеральная налоговая служба, Росфиномониторинг и другие. С криптовалютами его объединяет только принцип действия и использующиеся в нем технологии. После того, как мы узнали, что из себя представляет цифровой рубль, поговорим о том, как он будет работать. К сожалению, на данный момент детальные подробности о работе цифрового рубля Центробанк пока не раскрывает. Но уже сформированы основные принципы и понятия, и к моменту запуска валюты они, скорее всего, останутся неизменными. Для хранения и использования цифрового рубля вам нужно будет завести специальный счет-кошелек. Обслуживать их будет специальная структура Центробанка. А доступ к этим кошелькам, как и в случае с обычными безналичными деньгами, можно будет получить либо через мобильное приложение, либо через сайт банка. Несмотря на то, что курировать цифровой рубль будет Центробанк, коммерческие банки тоже не останутся в стороне. Они будут выполнять роль посредников для открытия кошельков и разрешения проблем. Однако прямого доступа к счетам и транзакциям у таких банков не будет. Онлайн-расчеты с цифровым рублем будут проводиться точно так же, как и с помощью банковских карт. А комиссии за проведение транзакций, скорее всего, не будут превышать действующих в системе быстрых платежей. Еще один интересный момент состоит в том, что расчеты с цифровым рублем смогут проводиться оффлайн. Для этого на счете будет резервироваться некая сумма, в пределах которой можно будет совершать транзакции. А при дальнейшем подключении к интернету данные о проведенных операциях будут синхронизированы с Центробанком. Но и это еще не все. Центробанк обещает внедрение в систему цифрового рубля так называемых смарт-контрактов. Смарт-контракты – это цифровые соглашения, которые отслеживают выполнение сторонами прописанных обязательств. И, в зависимости от итога сделки, автоматически исполняют нужное действие. Например, переводят деньги или накладывают штрафы. Подобная схема работы увеличит безопасность и надежность сделок, а также ускорит их заключение и заметно уменьшит уровень бюрократии. Но, несмотря на громкие обещания и хорошие перспективы, цифровому рублю предрекают немало проблем. Во-первых, сам Центробанк рассматривает цифровой рубль как инструмент для расчетов, а не сбережений. То есть, скорее всего, нас ждут ограничения на хранение средств на кошельках, что, в свою очередь, сильно затруднит крупные транзакции. Во-вторых, немало вопросов вызывает безопасность новой валюты, так как на данный момент нет никаких сведений о том, как именно Центробанк собирается защищать данные цифрового рубля от несанкционированного доступа и утечек. В-третьих, многие эксперты видят в цифровом рубле очередной инструмент для контроля над населением и бизнесом из-за возможной полной отмены наличных рублей и ужесточения правил расчетов. Эти опасения растут, в том числе и на фоне других изменений, например, ввода маркировки товаров, сбора биометрии и продвижение национальной платежной системы, о которой вы можете узнать из нашего ролика по подсказке в углу экрана. И, наконец, хоть мы и сказали, что коммерческие банки не останутся в стороне и будут выполнять роль посредников, на практике все немного сложнее. Дело в том, что с ростом обращения цифрового рубля объемы банковских активов, в первую очередь средств на счетах, может начать снижаться. А из-за того, что они станут посредниками в системе, ролик собственных продуктов уйдет на второй план. Все это приведет к общему падению стабильности банков, что сильно навредит экономике. И это не пустые слова. Например, Сбербанк уже выступил с критикой цифрового рубля. Совет директоров банка считает, что вместо ввода новой валюты следует перестроить уже действующую систему без наличных платежей, сделав меньший упор на централизацию. Но, несмотря на все спорные моменты, мы считаем, что цифровой рубль имеет неплохие перспективы. Если его тестирование будет успешным, а Центробанку удастся реализовать все свои задуманные идеи, то новая форма расчета может стать популярнее классического безнала. Кроме того, цифровой рубль может стать основой для новых проектов в банковской, страховой и микрофинансовой сфере. Однако говорить однозначно о судьбе цифрового рубля пока рано. Центробанк не раскрывает всех планов и подробностей, но если система будет запущена успешно, она сможет серьезно изменить весь финансовый сектор, ослабив роль банков и сделав контроль расчетов более строгим. Но окончательно об этом можно будет судить только после запуска. Таким образом, на данный момент нам известны следующие факты о цифровом рубле. Цифровой рубль будет существовать вместе с наличными и безналичными рублями. Их можно будет обменивать между собой. Выпуском и обслуживанием цифрового рубля будет заниматься Центробанк. Расчеты смогут проводиться как онлайн, так и офлайн с помощью интернет-сервисов и мобильных приложений. Банки станут посредниками, через которых можно открывать кошельки и менять обычные рубли на цифровые. Цифровой рубль будет использовать блокчейн, смарт-контракторы и другие технологии, обеспечивающие прозрачность и надежность. В отличие от криптовалют, цифровой рубль будет контролироваться государством и действовать в общем правовом поле. И на этом наш выпуск подходит к концу. Если у вас остались какие-то вопросы по работе цифрового рубля, пишите их в комментарии, и мы обязательно вам ответим. На этом все. Решайте свои финансовые вопросы вместе с нами. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok